Всем привет, с вами Галактики и в этом видео я хочу напомнить для тех, кто по каким-либо причинам не знал, забыл или просто не заходил в свой Steam аккаунт о том, что началась летняя распродажа в Steam. Она продлится до 22 июля и это отличный повод купить игры, которые вы давно хотели с огромной-огромной скидкой. Ну или даже недавно хотели здесь, здесь есть новые-новые игры, вот например тот же Call of Juarez совсем недавно вышел, но скидочка на него маленькая, но я думаю, если вы из России, как большинство моих зрителей, пожалуй, то у вас здесь цены будут в рублях и цены здесь будут у вас совершенно другие. У меня цены здесь в долларах, европейские, наверное, да, я не знаю, ну, потому что я не из России. Тут я могу вам только позавидовать и все. Так, у нас есть три разных блока со скидками. Первый блок это предложение дня, здесь скидки меняются раз в сутки и игр здесь получается 10 что ли, да? Да, да, сразу бросается в глаза Left 4 Dead 2, отличная игра, если вам нравится такой жанр, если вам нравится мультиплеерный Рубилова против Рубилова, Рубилова с зомби, зомби Рубилова, вы можете играть с друзьями, можете играть просто в мультиплеере с 70% скидкой, по-моему, это очень отличный вариант. Например, та же игра Scribble Nights Unlimited, очень своеобразная, интересная, неординарная, то есть, ну, первая игра в своем роде, она и развивающая, и она очень-очень милая, ну, не знаю, великолепная игра, но за полную стоимость я бы ее, например, никогда в жизни бы не купил бы просто-напросто. А с 70% скидкой она уже лежит у меня в библиотеке. А еще, например, тот же Don't Starve. Тут такая неоднозначная ситуация, вроде бы 40% скидки, тоже сравнительно неплохо, 40% это уже почти 50%, вместо одной игры можно купить две, да, например. Ну, я приобрел себе, я взял себе парочку копий для розыгрышей дальнейших, которые будут на канале обязательно уже вот скоро, как скоро, я не знаю, но скоро будут розыгрыши Don't Starve, поэтому не пропускайте новости на канале, не пропускайте новые видео. Но, но, вернемся к скидке, и возможно, возможно, что у нас еще, да, есть 10 дней до, или 11, сколько, 10 дней до окончания распродажи в Стиме, и эта скидка может вырасти еще. Точно так же, как вот было, например, с Евротрак-симулятором. Я вчера купил его с 50% скидкой, посчитав, что, ну, подумав, что уже скидки не будет на него, да, больше уже, ну, вряд ли поставят, подумал. И тут сегодня утром захожу, смотрю, 70%... 79%... И тут я понимаю, что я пролетаю. Ну, я не растерялся и купил еще одну подарочную копию для... Ну, в общем, да, вот. По-моему, по-моему, в любом случае, довольно интересные варианты, но... Но стоит подумать, стоит подумать, если вы хотите Дон Старф, подумайте, подумайте, обязательно подумайте, можно будет принять участие у меня в розыгрыше, можно будет, возможно, можно будет купить с большей скидкой, если где-нибудь здесь она появится в дальнейшем, но не факт. Также у нас есть молниеносные скидки, которые меняются каждые 8 часов, то есть я бы вам советовал заходить каждые 8 часов в Steam, но это 3 раза в день всего лишь, не так часто, всего лишь 3 раза в день, посматривать на эти скидки, скидки бывают, как вы видите, даже 85% тот же Bastion, тот же CTS XL, классные игры. Если вам нравятся такие жанры, я не вижу причин, почему бы не купить тот же Bastion практически за 1 доллар, но наши деньги это 8 гривен, у вас в рублях еще, наверное, дешевле будет. Так что, так что надо посматривать внимательно. Еще есть выбор сообщества. Здесь нам предлагают выбрать одну из трех игр, одну из трех скидок, игр со скидками, ладно, и проголосовать за нее. Я, например, проголосовал за Saints Row, за третью часть игра, игра просто оторви и выкинь, ржака полная, от начала до конца, вот просто безумие. Я бы даже ее, может быть, за 5 долларов бы и взял. Ну, может быть, и не взял бы. Но в любом случае проголосовать стоит, потому что каждое третье голосование 100% дает вам карточку летних каникул, которую вы сможете, например, продать. Вчера эти карточки стоили от 1 до 1,5 долларов. И так, если посчитать, 3 раза в день мы можем зайти проголосовать, у нас 10 дней, это 10 карточек. В день по карточке, в день по доллару. Так, если округлить, ну, они подешевее, да, но в теории так, прикинем, в день по доллару это 10 долларов. И за 10 долларов можно будет купить еще с 70% скидкой еще 2-3 игры. Почему бы нет? Это просто здорово придумано. Ну, да. Эти карточки также можно и собрать в значок летних каникул, за который вы получите какой-то фон, например, вот как у меня здесь где-то, я сейчас не знаю, вот здесь вот, наверное, да? Нет, не здесь, а в профиле, да? Да, вот здесь вот такой вот фон у вас будет, например. Или же, даже не или же, а фон вам какой-нибудь точно дадут, вам точно дадут какой-нибудь смайлик, где бы вам там показать, даже не знаю, в общем, смайлик для чата, который в чате вообще не видно. Это я не понимаю, зачем это сделано, но не важно. И еще что-то. Раньше давали скидки, ну вот, когда собирали карты, мы вне летней распродажи, когда мы собирали карты, полную колоду карт, в общем, да, нам давали скидки. На разные, на случайную скидку, на случайную игру. Я таким образом приобрел себе Left 4 Dead с 90% скидкой. Left 4 Dead 2. Но может и выпасти какая-то ерунда, что, скорее всего, бывает, да? С Left 4 Dead мне просто повезло, а я собрал там пару баджиков, еще, ну, даже не пару, а что 5-6, ну и 6-5-6 этих других скидок были, были полной, полной вообще ерундой, совершенно. И скидки были там 30%. Ну, то есть, а что за бонус будет здесь, я пока что не знаю. Можно, наверное, почитать. Можно почитать за выбор сообщества. Так, что я получу? Вы получаете предметы, которые можно обмениваться. Например, смайлы, которые можно использовать в чате, обсуждение фоны, которые можно использовать в профиле, наборы, карточек можно, а, и все, вроде больше, как бы, ничего, да? Ну, и, естественно, все эти значки увеличивают ваш, дают вам опыт в стиме, там, получаете уровни, ну, это тоже все понты, все это ерунда. Единственное, что можно, ну, если вы сидите в стиме, если вам это дело все нравится, единственное, что можно взять, как по мне, это вот такую вот доску объявлений, которая на 10 уровне появляется у вас. И здесь, например, можно выставлять предметы на обмен. Можно выбрать другие какие-то функции. Ну, я, например, ставлю предметы на обмен, и, например, у меня есть какие-либо карты, да, коллекционные, которыми я хочу поменяться. То есть, я их выставляю, выбрать этот айтем, ну, и, например, сохранить изменения. Так, все это понятно, верни меня на мой профиль. Вот. Ну, и теперь у меня на моей этой доске объявление висит, что я хочу поменяться вот этой карточкой. По-моему, так интересно. Ну, это если вы, скажем так, варитесь в этой среде, вам это все интересно, у вас есть друзья-знакомые, которые тоже этим занимаются. Поэтому, да. Поэтому, если вы этим занимаетесь, если вы собираете эти карточки, то добавляйтесь ко мне тоже в друзья. Я тоже в последнее время увлекся всей этой ерундой. Пока что карточки я продавать не буду. И, возможно, поменяемся. Я думаю, до числа 20-го я карты продавать не буду, буду собирать. Причем, каждый день, вот сейчас вот уже второй день в подряд, добавляются новые, поддержка коллекционных карт на новые игры. Я уже просто не успеваю эти карты собирать, потому что, ну, они падают за какое-то время, проведенное в игре. И карточки, уже игр у меня, в общем, довольно много собралось, в которых я могу получить еще свои эти карточки. Ну, и в любом случае их всех можно будет продать и за вырученные деньги купить себе какие-либо еще игры. Да, я не знаю, мне просто безумно нравится эта система. Поэтому, да, я вам рассказал вот так вот. Окей. В принципе, да, на самом деле это не все. Вот эти вот все три блока, это еще не все. У нас скидок гораздо-гораздо больше, но они просто все сюда не влазят. И скидки лучше смотреть, ну, вот можно или здесь. Да, вот я постоянно смотрю до 5 долларов скидки. Я считаю, это вот как раз приемлемой ценой, которую я могу отдать за какую-либо игру до 5 долларов. То есть, ну, вот это вот здесь вот постоянно просматриваю. Игры здесь появляются очень-очень часто. Новые-новые. Но, сразу хочу сказать, ребята, что мы живем в век цифровых технологий. У нас есть огромное количество магазинов, интернет-магазинов, которые продают те же стимовские лицензионные игры. И зачастую в этих интернет-магазинах можно купить игры гораздо дешевле, чем в стиме даже со скидкой на распродажу. Отличный пример могу привести тот же Skyrim Legendary Edition. Так, где он тут? Ну, короче, Skyrim Legendary Edition, да, например. Ну, в новинках. Так, ладно, не найду я его сразу. Так, стоп, фарминг-симулятор. Ага, это DLC, понятно. Стоил вчера, вчера была на него 30-ти процентная скидка. Ну, в общем, даже со скидкой, ну, 30-ти процентная, конечно, это не 75-ти процентная, но я думаю, 70-ти процентной и не будет на Skyrim, на Legendary Edition, потому что он вот-вот свеженький, только-только недавно вышедший. Но, особенно у меня, с ценами в долларах, это сумасшедшие цены за эти игры. Legendary Edition, по-моему, стоит 60 баксов у меня. Со скидкой даже 70-ти процентная, выходит довольно дорого. И гораздо дешевле можно будет купить эту же игру в одном из интернет-магазинов. Название я называть не буду, их очень много. И в разных магазинах разные тоже свои скидки бывают, разные совершенно цены. Тут надо смотреть, надо быть внимательным. И тогда вы сэкономите еще гораздо-гораздо больше. Вот. Пожалуй, в принципе, и все, что я хотел, о чем я хотел рассказать вам в этом видео. Как я уже говорил, на канале у нас скоро будут розыгрыши игр. Don't Starve разыгрываться будет. Ну, он у меня уже, я думаю, в инвентаре моем вы уже видели. Валяющиеся Don't Starve. И Binding of Isaacs с дополнением. Эти игры скоро у нас будут разыгрываться на канале. По одной штучке за розыгрыш. Дальше, если вам интересно пообмениваться карточками стимовскими, то коллекционными, то тоже добавляйте меня в друзьях. Я в галактике у меня в стиме. Ник. Я хоть и сижу все время в офлайне, ну, вы пишите мне или сюда. Я, в принципе, прочитаю или в том же ВКонтакте, или здесь на Ютубе в личку. То есть, я все это читаю. Если вам интересно пообмениваться какими-нибудь карточками, то добавляйтесь. Ну, и все, ребят. Я думаю, на этом можно закончить. Как я уже говорил, тоже внимательно смотрите за скидками, внимательно проверяйте все цены на других интернет-магазинах, потому что там тоже можно купить те же стимовские версии игр, иногда по более дешевым ценам. Все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что эта информация была кому-то интересной. И все. Всем пока.